Утро в Нарве начинается с громких звуков, которые раздаются из-за границы. По ту сторону реки на большом экране транслирует московский парад. Набережная на эстонской стороне совершенно пуста. В Нарве обычный рабочий день. Нет скопления людей и у традиционных мест, куда жители Нарвы приходят с цветами. Из всех монументов советским воинам в городе фактически остался один. Возлагать цветы можно, но тихо, без музыки и георгиевских ленточек. Люди приходят по одному, по двое, общаться отказываются. Дедушка у меня воевал. У меня бабушка в концлагере. Наверное, знаете, такие? Освенцем был. Ты веселый концлагерь? У меня бабушка в Освенцеме была. Ну, тут объяснять, я думаю, никому не надо. Ближе к вечеру люди начинают стекаться к берегу реки, занимают места поудобнее и с хорошим видом. С точки зрения российской агитации, это очень действует, особенно на русскоязычных гражданах Нарвы. Пенсионер Игорь – коренной нервитянин. Здесь прожил всю жизнь, работал в милиции. Сам он уверен, что под видом памяти о Великой Отечественной войне Россия оправдывает развязанную войну в Украине. Игорь, у которого в Украине много родней, категорически против этого. А у меня дед и много моих родственников, и дядя мой родной были на фронте, и все. Для меня 9 мая был священный праздник до того, как вторглись на Украину. Священный праздник. У меня было два праздника – Новый год и 9 мая. После вот этого дела, я помню, за прошлый и 9 мая я сел, налил, несколько рюмок выпил, и меня просто не пошло. На концерт, который проводит российская сторона, эстонская ответила, вывесив на стене Нарвского замка плакат с надписью «Путин – военный преступник». В прошлом году висел точно такой же. Расположен он так, чтобы его хорошо было видно на российской стороне, в Ивангороде. Я думаю, что, как и в прошлом году, реакция будет неоднозначная. Это хорошо. И главное в том, что мы пробуждаем людей к тому, чтобы пытаться критически мыслить, обращать на это внимание. А для нас это очень четкое выражение нашей позиции. Как сообщает полиция, российская сторона отреагировала на плакат с Путиным, подав письменный протест. Изображение, кроме того, нравится не всем норвитянам. А просто некрасиво. Как это мужика, так это краской, так и все так. Не надо его так измазывать. Это уже политика, чистая политика идет. Политика идет и рядом. Под самым плакатом компания молодых людей развернула украинский флаг. Собравшиеся на концерт шепчутся. Провокация. По данным полиции, все корректно. Полиция никогда не запрещает свободное передвижение. На набережной собралось некоторое количество людей, но все соблюдают общественный порядок. И поэтому с нашей стороны тоже все хорошо. Но город живет не только концертом. В Нарвском колледже Тартусского университета студенты, среди которых и эстоноязычные, говорят, что происходящее на берегу им совершенно неинтересно. Я думаю, что мы видим большой контраст между тем, что происходит в России, и тем, что происходит здесь, в Эстонии. Они сильно отличаются. В России условно совсем другой мир. Здесь День Европы, там 9 мая. Эти контрасты хорошо видны. Совсем рядом со зданием колледжа на Центральной площади вот-вот начнется другой концерт. В честь Дня Европы. Он посвящен миру, свободе и солидарности европейских народов. Борис Тимофеев, Полина Леновицкая. Настоящее время. Балтия.